В Тверской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» продолжается ремонт автотрассы Москва-Рига-Андреаполь-Пена-Хитина. В этом году в эксплуатацию ведут более 33 километров дороги. На данный момент уже уложено около половины запланированного объема асфальта. Причем подрядчик набрал такие темпы, что работу, скорее всего, сдадут намного раньше срока. Автодорога, соединяющая трассу Москва-Рига-Андреаполь-Пена-Хитина, имеет огромное значение для всего северо-запада Верхневолжья. Она не только соединяет вот эти окрестные муниципалитеты с трассой Балтия. Кроме того, по ней же можно добраться до туристической жемчужины Верхневолжья – озеро Селигир. И по ней же можно добраться до еще одной достопримечательности – деревянной церкви Иоанна Предтечи на знаменитом Швердовом Погосте. Этот асфальтовый завод работает здесь круглосуточно. Выдавая на гора по тысяче тонн асфальтобетона в день. Сейчас производятся мелкозернистые смеси для верхнего слоя дорожного полотна. В состав входят гранитные камни, битум, минеральный порошок и многочисленные добавки. На данный момент в верхний слой покрытия добавляется прополимерная добавка. Она повышает устойчивость к нагрузкам. Всего ремонт на дороге Москва-Рига-Андреаполь-Пенохитина, которая имеет протяженность почти 112 километров, ведется на четырех участках – в Осташковском городском обруге, Пеновском и Андреапольском муниципальных округах. По итогам работ здесь появится трасса, которая будет соответствовать всем современным стандартам. Разметка термопластиком, пешеходные переходы, все как положено, укрепление обочин. Также будет выполнен для обеспечения видимости на крутых поворотах вырубок кустарника. После выполнения работ возможно будет ехать с расчетными скоростями порядка 90 километров в час. Государственный контракт заключен до 2022 года. За это время подрядчику предстоит отремонтировать 80 километров дороги. При этом руководство компании отмечает, что шоссе ремонтируется существенно быстрее, чем планировалось. Мы идем с обережением графика, лимиты 2020 года, именно 30 километров, 32 километра, мы положим до начала июля обочины и знаки все поставим уже к концу или ездадим дорогу. Если у заказчика будут освобождаться деньги, то лимиты 2021 года, может быть еще порядка 10-15 километров, мы сделаем уже в конце августа, начало сентября. В целом, в текущем году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в эксплуатацию должно быть введено 153 километра 600 метров автодорог регионального значения. Всего в этом году в Тверской области планируется отремонтировать 536 километров дорог. Общий объем выделяемых средств составляет 11,5 миллиардов рублей. Как отметил губернатор Игорь Руденя, это позволяет решать основные задачи в дорожной сфере. Приведение в порядок ключевых направлений, которые обеспечивают доступность социальных учреждений, объектов экономики, а также туризма.